Пушкинский день Вероисповеданий национальностей И переводятся на десятки языков мира Александра Пушкина Считают основоположником Современного русского литературного языка А что нового и интересного Произошло в нашем городе и регионе Расскажем прямо сейчас Выступили достойно Спасибо всем за работу Еженедельное плановое совещание Состоялось в администрации города Сводка криминальных происшествий за неделю Что немаловажно для детей С ограниченными возможностями Это общение друг с другом Солнечный город детства Особый праздник для особенных детей Я их очень люблю За их терпение Что они чувствуют Наверное мое отношение Юбилейный концерт Эстрадно-вокального коллектива Калибри За время рабочей встречи в Москве Губернатор Смоленской области Алексей Островский Обсудил с заместителем Председателя правительства Татьяной Голиковой Вопросы строительства Медицинских учреждений на Смоленщине В настоящее время в области Уже проходит комплекс мероприятий По подбору земельных участков Для строительства нового корпуса Областной детской больницы И возведения нового онкологического центра Из регионального бюджета Выделены средства на разработку Проектно-сметной документации Этого объекта На встрече Татьяна Голикова Подтвердила ранее достигнутые договоренности О финансировании и средств Федерального бюджета Строительства новых учреждений Здравоохранения в регионе Также она поддержала инициативу Губернатора построить новый корпус Смоленской областной психиатрической больницы В поселке Гедеоновка 4 июня на собрании представителей городских инфраструктур Заместитель главы города Александр Новиков Вручил благодарственное письмо Марине Семерневой Ведущему специалисту сектора социальных выплат Также он рассказал об участии Десногорской делегации В международном форуме фестиваля Созвездия городов Росэнергоатом Подробности в сюжете 1 июня в городе Волгодонск Ростовской области Прошел первый международный форум Фестиваль муниципальных образований Территории расположения атомных электростанций На фестивале делегация из Десногорска Удостоилась двух дипломов второй степени За лучшую ярмарчную экспозицию И лучшую выставку картин Предметов художественного промысла Хочется выразить слова искренней благодарности Генеральному директору госкорпорации Росэнергоатом Алексею Евгеньевичу Лихачеву Генеральному директору АО «Концерна Росэнергоатом» Андрею Ивановичу Петрову И его первому заместителю Джумбери Леонидовичу Кипучаву За проведение такого грандиозного и значимого события Которое собрало очень много позитивных эмоций Очень много людей участвовало И прошло на высшем уровне В составе делегации были коллективы Первичной профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции Ансамбль «Десногорские зори» Под руководством Ольги Карпинской Солист Сергей Яна Полищук Вокалистка Елена Ткачева Также принимали участие представители Десногорского музея Центра культуры и молодежной политики волонтеров Десногорская художественная школа Десногорская музыкальная школа Выступили достойно Спасибо всем за работу В Сафоновском районе завершился 12-й туристический слет работников здравоохранения Вот уже шестой год подряд на встречу профсоюзов Приезжает команда медиков из Смоленской области детской клинической больницы 22 команды, включая гостей из Республики Беларусь Соревнуются между собой в различных спортивных дисциплинах Каждая из которых связана с оказанием первой помощи Помимо отдыха, врачи в неформальной обстановке Делятся между собой опытом И обсуждают различные проблемы отрасли На слете они не только выявляют рабочие проблемы Но и находят пути их решения О криминальной обстановке в городе расскажет руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по городу Десногорску Сергей Чулков В течение прошедшей недели в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску Поступило 137 сообщений и заявлений Из которых 13 преступлений, раскрыто 5 Телесные повреждения 9 ДТП с техническими повреждениями 5 Прочие 107 Один пожар Раскрыто одно ранее совершенное преступление Сотрудниками отдела выявлено 93 административных правонарушения Из которых 80 за нарушение правил дорожного движения Антиалкогольные статьи 8 Прочие 5 Преступление террористической направленности не допущено и не выявлено В Красненской школе-интернате в деревне Черныш Побывал губернатор Смоленской области В школе для особенных детей обучаются более 70 воспитанников Диагноз у всех один – порог зрения, вплоть до полной слепоты Алексей Островский привез ребятам сладости и фрукты Несмотря на то, что эти дети осваивают окружающий мир практически на ощупь Все они занимаются спортом, работают на компьютере и учатся музыке Воспитанники школы живут слухом, поэтому музыкальное чутье у них особенно развито Алексей Островский отметил, что музыкально одаренным детям важно побывать на Всероссийском фестивале имени Глинки Который сейчас проходит в Смоленске Организовать этот праздник для учеников школы-интерната губернатор уже поручил доверенным лицам Детям с ограниченными возможностями здоровья в Десногорске уделяют особое внимание Для ребят регулярно проводятся различные акции и мероприятия 31 мая на территории детской библиотеки Десногорска прошел веселый и долгожданный праздник Солнечный город детства – событие ко дню защиты детей и настоящий подарок тем, кому внимание необходимо всегда Ребята играли, танцевали, рисовали и веселились от души Мне нравится аниматер-капитошка Еще нравится... ну все, короче, нравится Веселье Мероприятие «Солнечный город детства» стало возможным благодаря участию неравнодушных людей Представители администрации Десногорска, городской организации Всероссийского общества инвалидов При участии детской библиотеки сделали так, что это событие стало возможным Прежде всего, это хорошее настроение, это первое А второе, что немаловажно для детей с ограниченными возможностями, это общение друг с другом Все дети, несмотря на свое положение и физическое состояние, на непростую жизненную ситуацию, смогли почувствовать себя защищенными и беззаботными А главное – счастливыми И это значит, что все усилия взрослых были оправданы Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Дозганова, Десна ТВ Смоленский строительный колледж отметил свое 75-летие Первый поток студентов Смоленского стройучилища приступил к занятиям еще 31 мая 1944 года С тех пор это учебное заведение превратилось в одно из лучших в регионе Здесь готовят специалистов по основным строительным направлениям Обучение проводится по 10 программам базовой и углубленной подготовки специалистов И 5 программам квалифицированных рабочих и служащих На очном и заочном отделениях обучается более 1500 студентов Работают 72 педагога Руководство колледжа отмечает, что с трудоустройством у выпускников проблем не возникает За 75 лет работы колледж дал путевку в жизнь более 36 тысячам Квалифицированным специалистам строительной отрасли Алексей Островский, присутствовавший на юбилее, вручил сотрудникам учебного заведения областные награды 27 мая в Центре культуры и молодежной политики прошел юбилейный концерт Эстрадно-вокального коллектива «Калибри» под названием «Помолчу, вспомню, как мне снилось» Подробности в сюжете Название концерта говорит очень о многом Помолчу, но вспомню, как мне снилось У каждого есть что вспомнить Что долгие годы, а может быть и навсегда останется в закромах памяти И часто воспоминания вызывают бурю чувств и эмоций Это и попытались передать артисты эстрадного вокального коллектива «Калибри» Как и полагается юбилейному вечеру, программа концерта была яркой и разнообразной Каждый из зрителей мог найти ту композицию, которая затронула нотки именно его души Ощущение праздника не покидало до конца выступления Еще бы! Коллективу «Калибри» исполнилось пять лет Пять лет творческих успехов, новых достижений и интересных постановок Пожелать им творческих успехов И, конечно, поблагодарить бесценного руководителя Марину Суржику за благотворную работу Благодарность зрителей была отмечена не только шквалом аплодисментов Родители, чьи дети участвуют в коллективе «Калибри» Подготовили неожиданный и очень вкусный подарок Торт ручной работы Работа с детьми, а тем более идти с юными артистами вместе по творческому пути Задача ответственная и очень волнительная Я их очень люблю за их терпение Что они чувствуют, наверное, мое отношение И мне очень приятно, конечно, что вы сегодня справились И показали очень хороший результат Общий успех – это всегда коллективная работа Отдельная благодарность была сказана болезнистеру коллектива «Каприз» Светлане Смирновой Кроме этого, в концерте принимал участие музыкант из Рославля Михаил Петраков Окончание праздника было на светлой и оптимистичной ноте Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ И коротко о погоде Завтра, 7 июня, в Десногорске по летнему жарко И до 28 градусов тепла Ночью плюс 14 На сегодня это все новости Больше интересных новостей на нашем сайте desnadefiz.ru А также в наших официальных группах В социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм С вами была Виолетта Ефименко Всем хорошего настроения и только позитивных новостей МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА